Доброе утро! Не нашлось результатов или вот что я нашла в интернете. Арина все знает. Без всяких загадок и по существам. Арина, сегодня мы задаем тебе вопрос, касаемый завтраков. Точно, где позавтракать в Красноярске? Для многих привычное дело позавтракать дома, но бывают такие моменты в жизни, когда хочется забыть на время о домашней еде и отправиться, например, в ресторации. А вот в какие ресторации можно отправиться? Может быть, в какие кафе, булочные или кофейни нашего города? Сейчас я вам и расскажу. Ребят, вот вы куда ходили последний раз позавтракать? Это было очень давно, я даже и не вспомню. Летом было, куда-то ходил. Меня Татьяна Ушакова в перцы водит все время. Слушай, Ушакова вообще ест до двоих, но мы поговорим сегодня о тех заведениях, которые наверняка многим из вас знакомы. И какое меню там предлагают, сейчас узнаем. Точно. Для любителей традиционных завтраков существует шведский стол в Формадже. Блинчики, омлет, вареные яйца, кофе или чай на выбор, каши, овощи, тосты для сэндвичей. В общем, все, что можно и дома приготовить, но в Формадже приготовят за вас. Иногда действительно хочется выйти куда-нибудь, и вот в Формадже на завтрак можно прийти с 8 утра аж до полудня. В общем, как проснетесь, так и приходите. 500 рублей с человека будет стоить завтрак со взрослого человека, между прочим, а дети до 7 лет пройдут бесплатно и покушают бесплатно. Блинчиков положите им в тарелку, дадите вкусный морс. Это точно. В серое, ноябрьское, а теперь и снежное утро, а еще и красноярское, можно позавтракать чем-то английским, французским, израильским или греческим. Выбирайте любую страну, а кафе и рестораны нашего города угостят завтраком именно оттуда. Так, в Креме, где средняя цена блюда около 200 рублей, а завтрак обойдется в целом в 400 или 500 рублей, угощают фритатой, круассанами с разными начинками, овсяными хлопьями с тунцом и даже греческими сырниками. Чем они отличаются от русских, пока для меня вопрос, но если пойдете пробовать и выясните, обязательно сообщите. Еще здесь комбо-завтраки, например, израильский. Ребят, вот вы бы что выбрали? Свекольный хумус или фасоль в томатном соусе? Я бы выбрал греческие сырники. Знаешь, почему я подумал? Потому что там используется, наверное, греческий сыр. Или приправа. Или приправа какие-нибудь. А вот что касаемо комбо-завтраков, это вообще, мне кажется, можно пробовать ежедневно, правда же? Можно пробовать действительно самые разные. Только успевай бабки зарабатывать. И ходить в разные заведения нашего города. Вот, например, в английском сете тоже в Креме предлагают яйцо пашот, куриные колбаски и вот как раз фасоль в томатном соусе. Такой комбо-завтрак в Креме обойдется примерно рублей в 450. Зависит от страны, завтрак, который вы выберете. Комбо-завтраки также предлагают в Мамос. В целом ресторан делает упор на то, что еда здесь домашняя, будто у мамы из-под ножа. Русский комбо-завтрак включает в себя яичницу из дюжины яиц, но необычной дюжины. А перепелиной? А перепелиной? Маленькие. Я аж испугался. Представляешь, сколько же 10 яиц куриных попробов и белков. А перепелиные, а не диетические яйца, так. А еще в русском завтраке у нас жареная колбаса. У нее наверняка точно есть аудитория в Красноярске. Также подают в Мамос английский и французский завтрак. В последнем, конечно, круассан, овощи с соусом. Такие своеобразные полезные чипсы. И крок-мадам на римской лепешке. Но не стоит обольщаться из-за такого очень красивого названия. Блюдо сухое. Я попробовала и, на самом деле, не советовала бы его заказывать, если вы пойдете на завтрак в Мамос. Как это сухое? Что значит сухое? Пересушенное или не так сделано? Пересушенное. Тесто слоеное. Возможно, готовят как-то заранее. Все равно завтрак нужно выдавать быстро. И поэтому блюдо получается сухим. Ну, может быть, у меня только одно. С утра люди приходят, и они говорят, что очереди выстраиваются буквально. Комбо завтраки в Мамос в пределах 450 рублей. Так что можно подумать. Может быть, и туда действительно жителям Южного берега стоит заглянуть. Я слушаю суммы и понимаю только одно. У меня месяц связи, чтобы я общался, звонил, выходил в интернет, стоит 450 рублей. А тут один завтрак. Но есть варианты бюджетнее. Я сейчас как раз о них и расскажу. С них надо было начинать, а то половина аудитории уже переключилась. Для любителей позавтракать дома, ну, если вот надоело действительно каша на молоке или даже на воде, привезут завтрак домой. Бенедикт и кофейная мануфактура. Два очень разных заведения со своей изюминкой каждая. Только вместо изюма в Бенедикте яйца Бенедикт, а в мануфактуре бельгийские вафли с самыми разными начинками. Соленые с лососем, помидорками черри, сырным муссом и авокадо. И сладкие с соленой карамелью, орехом пекан, кремом брюле и соусом дорблю в паре с грушей. Сочетания достаточно-таки нестандартные, так сразу не представишь, как они на вкус. Поэтому, чтобы решить, вкусно ли, остается только пробовать. Вафля вот обойдется менее, чем в 400 рублей. Максимум, максимальная цена вафли – 270 рублей. Ну, это нормально, конечно. И то 270, это с рыбкой красной. А если такая с помидорками черри или с авокадо… 180. Ну, да, в районе 200. Если захотелось чего-то эдакого и необычного, советую идти в All You Need. Совсем юное бестро с авторской кухней в самом центре города. Тут вафли и картофельные, и из цукини, и шакшука, и сырники. Но сырники непростые, со сгущенкой из кокосового молока. А еще привычные круассаны, но особенными их делает начинка. Креветка, розбив, яйцо пашот и соусы. Завтраки здесь длятся аж до 18.00. Так что, если вдруг проснулись поздно… Для тех, кто с ночной смены. Это да. Если проснулись поздно, то на интересную кухню, во-первых, можно потратить 500 рублей в районе, а во-вторых, можно прийти и полакомиться ей аж до 18.00. Заявили об авторской кухне также во фреско. Выбор завтраков здесь такой достаточно любопытный. Кашу предлагают с томленной черникой, фисташкой, рикоттой и свежим инжиром. Стоимость за тарелочку каши с такими добавками колеблется от 170 до 220 рублей. В омлет можно добавить брокколи, жареные листички, креветки и гравлакс. Гравлакс? Гравлакс? Что-то знакомое. What is it? Так называется красная рыба в маринаде. Так по-модному, да? Так что если увидите в меню, не пугайтесь. Еще здесь положат яйцо пашот поверх мясного бутерброда и принесут креветки с авокадо на французской гренке. И даже об утренних десертах во фреско позаботились. Вот тебе томленый инжир с шоколадовым кокосом. Не хочешь томленый инжир? Пожалуйста, насчет сырников из рикотты можно подумать. Я бы, конечно, выбрала бы инжир, а вы сырники? Я бы сырники. Я бы там греческие попробовал, а здесь бы из рикотты. Вот завтрак во фреско получится самым дорогим. Он выйдет ориентировочно на 600-700 рублей. Такая достаточно неприятная цифра. Вы, Ариночка, сказали, побюджетнее, да, сейчас расскажете? Побюджетнее. Уже вот мы подбираемся, конечно, к вариантам побюджетнее. Вот, например, напоследок мы вернемся к классике и как раз к вариантам, которые сохранят побольше сотен в вашем кошельке. Тревелерс кофе, Нейкед Бранч и Кофе Булка предлагают гостям привычные позиции на завтрак. В Тревелсе, например, по всему городу с утра кормят омлетом с разными добавками, сэндвичами и сырниками, а еще наливают кофе из спешлти-зерна. Это для Красноярска, кстати, редкость. Так что ценители могут отправиться с утра выпить чашечку спешлти-кофе. Завтрак в Тревелсе выйдет примерно рублей на 300. Ну а самый бюджетный вариант – это Нейкед Бранч, где подают панкейки всего за 150-190 рублей. Ну и сегодня такой развернутый ответ мой закончен о том, где же позавтракать в Красноярске. Алина, спасибо большое. Но давайте напомним о том, что мы не призываем вас ежедневно пользоваться такими услугами. Ну допустим, вот завтра суббота. Почему бы не разнообразить свой выходной день, если вам некуда спешить завтра с утра и не сходить куда-то на завтрак? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова